Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях директор филиала в городе Рязани пансионата «Южный» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот расскажите, что за пансионат «Южный»? Пансионат «Южный» — это федеральная сеть современных и комфортабельных пансионатов для проживания пожилых граждан и инвалидов. Пребывание в наших пансионатах обеспечивается на платной основе как на краткосрочный период, например, на время отсутствия родственников на период отпуска или необходимости выезда в командировке, так и при необходимости на более длительный срок. Наши пансионаты полностью оборудованы по комплексной безопасности, пожарной безопасности, всем санитарным нормам и также обеспечиваются все параметры доступной среды. У нас в пансионатах обеспечивается круглосуточный квалифицированный уход. Граждане у нас проживают как полностью сохранившей способность к самообслуживанию, частично сохранившей способность к самообслуживанию, так и полностью утратившей способность к самообслуживанию. В пансионате обеспечивается сбалансированное вкусное питание, в том числе и лечебное по назначению врача. Какие условия там для проживания? Условия проживания очень комфортабельные. У нас номера 1, 2, 3 и 4 местные с дизайнерским ремонтом, выполненные все в различной цветовой гамме в зависимости от личных, индивидуальных предпочтений проживающего. Все комнаты у нас полностью оборудованы под потребности пожилого гражданина. А как организован досуг в пансионате? У нас очень активная, насыщенная жизнь. Обязательно каждый день это прогулки на свежем воздухе. Причем прогулки на свежем воздухе не только для граждан, которые способны передвигаться, но и также для маломобильных граждан и те, кто уже полностью утратил способность к самообслуживанию. Мы вывозим каждый день обязательно на колясках. У нас есть для этого все приспособления, потому что свежий воздух для пожилых людей очень важен. Также у нас заключены соглашения с рядом общественных и государственных организаций на проведение совместной деятельности. У нас будут проводиться литературно-поэтические композиции, творческие вечера, посвященные памяти таких известных людей, к примеру, как Кобзон, Толкунова, Сенчин. То есть то, что непосредственно интересно нашим пожилым гражданам. Наши проживающие очень любят играть в настольные игры. Это шашки, шахматы, домино, лото. С большим удовольствием они играют у нас в нашей сети пансионатов. Как раз в прошлом году проводился областной турнир по шашкам среди интернатов и пансионатов. И мы также планируем и в этом году на все наши пансионаты распространить этот положительный опыт. К нам приходят волонтеры, которые с удовольствием занимаются с пожилыми гражданами, общаются, вместе рисуют. Пожилые граждане могут рассказать о своей очень интересной, насыщенной жизни. И молодежь с огромным удовольствием, конечно же, слушает. Ну и помимо культурно-досуговых мероприятий, что очень важно, конечно же, для нас еще очень важна духовная составляющая наших пожилых людей. У нас наш пансионат освящен. Есть возможность по желанию проживающего. Мы приглашаем батюшку. Он может совершить православные обряды, соборование, допустим, причастие и получить какой-то духовный совет. Также с миссионерским отделом мы договорились о проведении тематических мероприятий к православным праздникам. Как пансионат оборудован для малоподвижной группы населения? Обязательно. Как я уже говорила, пансионат полностью приспособлен под требования доступной среды с соблюдением всех параметров. И также у нас для лежачих граждан предусмотрены многофункциональные кровати-трансформеры, которые значительно облегчают жизнь таких проживающих и уход за ними. Тоже важный вопрос, как питание. Какое оно в пансионате? Питание у нас сбалансированное, очень вкусное. У нас специально разработано 14-дневное меню, чтобы меню было достаточно разнообразным. Оно полностью приспособлено под потребности и физиологические особенности пожилых людей. Тех, кто способен передвигаться, они у нас принимают пищу в столовой. Те, кто утратил способность к передвижению, обслуживающий персонал кормят непосредственно в номерах. Плюс при определенных проблемах у нас в том числе пища делается именно в жидком виде для облегчения приема пожилых граждан. И питание у нас очень разнообразное. Пятиразовое. Завтрак, обед, ужин, полдник и второй ужин. Но не все так дома питаются. И плюс для граждан, которым по назначению врача требуется лечебное питание, это, как правило, сахарный диабет, у нас также предусмотрено дополнительно усиленное питание в соответствии с диетами. Какие проблемы могут решить пожилые люди в вашем пансионате? В первую очередь это, конечно же, здоровье. Потому что, к сожалению, родственники не могут по каким-то причинам в полной мере оказывать столько внимания в силу своей занятости. И находясь под присмотром высококвалифицированного персонала, причем круглосуточным уходом и присмотром, на ранних стадиях можно выявить осложнение имеющихся заболеваний и вовремя обратиться за оказанием медицинской помощи. Ну и, конечно, помимо здоровья, это, безусловно, общение. Общение как со сверстниками, что тоже очень важно. Общение с подрастающим поколением. Это участие в различных кружках, рукоделии, ну и раскрытие творческих талантов, что тоже немаловажно. Такой немаловажный вопрос, как финансовая доступность. Насколько это доступно? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, здесь нужно, конечно же, понимать, из чего складывается стоимость проживания. Понятно, что стоимость проживания для гражданина, который полностью утратил способность к самообслуживанию, будет гораздо выше, так как это требует постоянного присмотра, ухода, использования специализированного оборудования. Это, конечно же, противопролежневый массаж и прочий ряд санитарно-гигиенических процедур. Если пожилой человек с деменцией, и ему необходимо также присматривающий персонал, здесь цена уже будет, конечно же, отличаться в сторону снижения от человека, полностью утратившего способность к самообслуживанию. Но будет несколько выше, если гражданин способен за собой как бы ухаживать еще. Но я могу смело сказать, что проживание в нашем пансионате, если сравнивать с государственными стационарными учреждениями, не намного выше. Это порядка тысячи, полторы тысячи максимум в сутки, что гораздо дешевле даже, если нанять индивидуальную сиделку, поскольку вот у нас в Рязани в средней цена на услуги сиделки 1800 в сутки. Проживание в пансионате гораздо выгоднее и качество, конечно же, выше. Если говорить о персонале в пансионате, как он набирался и из кого состоит? Наш персонал проходит строгий отбор. У нас обязательно наличие либо медицинского образования, либо практический опыт по уходу с окрашенными пожилого возраста инвалидами, в том числе полностью утратившими способность к самообслуживанию. И, конечно же, мы строго отбираем, в том числе и предъявляем требования к личностным качествам сиделки. То есть должно быть умение найти индивидуальный подход к пожилому человеку, доброжелательность, чуткость, что очень важно. Почему вы решили заняться именно этим видом направления деятельности? Я 24 года, тружусь в социальной защите населения Рязанской области, помогая гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, преодолевать различные трудные жизненные ситуации, чем я и продолжаю в настоящее время заниматься, работая по призванию души. Готовы ли вы встречать старостью в пансионате? Вы знаете, это, конечно, непростой вопрос. Я думаю, каким бы комфортабельным и замечательным не был пансионат, какие бы комфортные условия не были созданы, конечно же, каждому человеку важно общение с близкими и домашней привычной атмосферы. Но в то же время я понимаю, что с наступлением возраста и появлением некоторых болезней в возрасте, пожилой человек нуждается в постоянном уже круглосуточном уходе, и родственники по объективным самым причинам, к сожалению, не могут уже в полном объеме уделять нужное внимание. И, по сути, пожилой человек иногда становится предоставлен сам себе. Может, например, выйти на улицу и потеряться, заблудиться. Или может забыть выключить газовую плиту, что, конечно же, тоже является очень опасным не только для самого пожилого человека, но и для всех окружающих. Поэтому я считаю, что встретить старость в пансионате – это замечательная альтернатива в случае появления такой необходимости и невозможности проживания в домашней атмосфере. Потому что здесь, в пансионате, ведь можно приобрести много друзей, общаться со своими сверстниками, проводить очень яркую, активную, насыщенную жизнь. А близкие могут всегда навещать и общаться. Такой вопрос. Можно ли сравнить пансионат с санаторием? Нет, нельзя. Пансионат – это больше круглосуточное все-таки наблюдение и уход, и помощь. Плюс культурно-досуговые мероприятия, обеспечение питанием. Санаторий включает уже в себя комплекс именно медицинских услуг и процедур, чего у нас в пансионате пока не предусмотрено. Но планируется ли такое? В будущем мы рассматриваем такую возможность. У нас появится лицензия на оказание медицинской деятельности и появится ряд медицинских процедур со временем. Степан, спасибо, что стали сегодня наши гости и ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова